Андрей К. объявил конкурс на топ-5 ножей от компании Викторинокс. Очень люблю халяву. Очень люблю халяву с одной стороны, а с другой стороны очень люблю ножи Викторинокс. Соответственно, мой топ-5 ножей от компании Викторинокс. С вами Олег Радивилов. Здравствуйте! Давайте сразу начинать. У меня всего 4 ножа, а места я решил распределить 5. Почему так? Ну, узнаете в конце видео, смотрите, что называется до конца. Начнем с 5 места. Вот такой вот ножичек. Он у меня на 5 месте. Я его практически не использую. Это нож Рекрут, в нем 84 мм. Номер 025-03. У него такой серийный номер. Он двухрядничек. Здесь, ну, что называется, ничего лишнего. Два лезвия, две открывалки, зубочистка и пинцет. Ну, и кольцо. Почему не использую? Потому что, ну, потому что, на самом деле, на нем ничего нет. Это, во-первых. Во-вторых, мне его подарили. Я его, как бы, не выбирал. Единственное, из всех моих ножей, которые у меня есть, это, пожалуй, самый красивый нож. Потому что, наверное, главное разочарование для меня, когда я заказал свой первый Викторинокс. Это был вот этот Рейнджер. Когда я видел вот эти вот невероятные какие-то дыры, щели. Я даже не знаю, как их назвать. Потому что я с детства любил советские ножи. Вот, например, нож моего детства. Оп. Вот так он выглядит. И мне вот, 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 просто вот эта часть очень нравится. Ее можно гладить. Как бы она не пачкается. Она красивая. И здесь та же самая история. Он действительно красивый, вот, с тыльной стороны. А вот это вот, вот это, это как-то некрасиво. Я не понимаю, почему до сих пор вот компания Викторинокс не решит эту проблему, да. И, потому что здесь всегда все время забивается грязь. Это надо всегда чистить. Это некрасиво, это цепляется. В общем, если в ножах Викторинокс искать минусы, то, пожалуй, вот эта вот часть, она будет прям самой минусовой. Итак, это у меня, получается, пятое место. Я им не пользуюсь. Он нужен для того, чтобы вот так гладить и иногда им любоваться. Ну, и, наверное, у меня подрастет сын. Я оставлю ему в подарок. Переходим к четвертому месту. На четвертом месте Викторинокс спортсмен. Расположился. 84 мм, пожалуй, это самая богатая комплектация ножа, который может быть в размере 84 мм. То есть здесь есть нож. Здесь есть пилка. Две открывашки. Штопор. И шило. Ну и стандартные вещи. То есть, в принципе, этого ножа был бы совершенно достаточно для жизни. И его можно было легко поставить вот сюда и сказать, да, он самый лучший. Но лично для меня вот этот нож, он какой-то проклятый, что ли. Он у меня всегда теряется. Он у меня теряется постоянно. Для того, чтобы снять сегодняшнее видео, я потратил два дня на его поиски. За те полгода, что он у меня находится, я его терял раз, наверное, миллиард. Можно посчитать на пальцах одной руки вот количество дней, которых я точно знал, где этот нож находится. Поэтому я его никогда не беру с собой. Он у меня лежит дома. Ну, как дома. Он обычно где-то потерян. Зато у него есть такая вот штучка. Я очень люблю велосипеды. И он такой... Ну, он называется спортсмен. И, собственно, вот есть здесь такой спортивный велосипедик. Вот. Обожаю этот нож. Но, я говорю, из-за того, что он проклят, он вот у меня не попал на первое место. Кстати, его номер, да, чтобы тоже вы могли себе такой заказать. Кстати, я его заказывал у Ксении. Офигенский продавец. Вот, честно, без всяких вариантов. То есть, если сравнивать с ценами моего города, то там в два раза дешевле. Это прям точно. И это очень надежно. И очень быстро, на самом деле, пришло. И все очень честно. Итак, номер. 23803. Ну, у него накладки и колайн. Он, соответственно, чуть подешевле. Но, опять же, вот, подстирается. Хотя, непонятно, как вот он стирается. То ли вот он у меня теряется и где-то трется. Совершенно не ясно. Следующий нож. Третье место. Тоже его очень люблю. Этот нож называется Вайтер. Номер 03303. Он вообще однорядник. То есть, здесь два предмета. Штопор. Ай-яй-яй. Сейчас сделаем вот так. Штопор. Здесь, соответственно, можно вставить иголочку. Я к этому блюдочную вставил. Ну, и стандартные вещи. Этот нож я украл. Ну, как украл. Я веду мероприятия. И часто веду дни поля. И, соответственно, там дарят подарки. Вот это название какого-то удобрения. Ну, он был как подарок на розыгрыш во время мероприятия. И, соответственно, когда мне принесли пакет с подарками, я сказал, ребята, вот эту вещь я украду. Они сказали, окей, спасибо, что предупредил. В чем классность этого ножа? Здесь действительно нет ничего лишнего. Он очень тонкий. И когда надеваешь деловой костюм и хочется взять нож с собой, ну, понятное дело, вот это не положишь, потому что, ну, будет торчать. И, соответственно, это такое, для меня это нож выходного дня. То есть, когда я куда-то иду, на презентацию, на работу, на свадьбу, я всегда беру вот это дело с собой. Он классный. Мне он очень нравится, если бы еще вот этой надписи не было. И здесь вот эта вот вещица вообще суперская. Всем рекомендую вот такую вещь себе заказать. И она прямо идеально сочетается с ножами Викторинокс. Переходим ко второму месту. На втором месте нож, который я выбирал очень долго, очень мучительно. И в нем есть, пожалуй, все, что мне нужно. Единственное, я думал, нужны ли мне пассатижи или нет. В итоге решил, что они мне не нужны. И поэтому я, как первый свой нож, я выбрал вот такой Ranger Red номер 13763. Опять же, заказывал у Ксении. Опять же, очень быстро все пришло. Здесь два ножа. Пила. Ну, напильник. Пила по дереву. Ножницы. Открывашки. Ну и остальное, что называть, стандартно. Что здесь интересного? Вот здесь. Сейчас аккуратно вытащу. Будет видно, не знаю. Вот здесь в пинцете есть иголка, чтобы шить. Я очень долго думал, если есть иголка, куда же деть нитку. Я вертел этот нож в руке. Думал, куда мне примотать хоть какое-то количество нитки. Для того, чтобы можно было хотя бы пуговицу пришить. Потому что много командировок. Смотрите, что я придумал. Раз. Откручиваем эту вещь. И вот здесь вот намотано. 30 сантиметров. Тоненькой ниточки. В принципе, не мешает и отвертку применять. И особо незаметно. Ну и не сказать, что прям колхозно. В принципе, вот рейнджер, да, он у меня на каждый день. То есть, если я не иду куда-то в свет, если я в джинсах, если я в куртке, если я там в шортах, то он у меня всегда с собой, он меня вручает всегда. Вот даже сегодня вот эти циферки вырезал я им. Если говорить там о самой страшной работе, которую я проделывал. Однажды был на берегу реки и вот этими ножницами собрал 5 килограмм облепихи. Просто обрезал так маленькие тоненькие веточки. Ножницы в идеальном состоянии, ничего с ним не случилось. Сварил, по-моему, литров 6 варенья облепихового благодаря вот этому ножу. И сейчас холодное время, сейчас только ей спасаюсь, только ей лечусь. Соответственно, вот этот нож считаюсь самым классным из тех, что у меня есть. И что касается первого места, да, здесь у меня на данный момент нет ничего. Потому что ни один из этих ножей я не могу поместить на первое место. Наверное, наверное, здесь должен лежать свищем, который я в ближайшее время закажу Ксении. Возможно. С другой стороны, не так давно вот этим ножом я пытался немножко построгать деревяшку, да, чтобы сделать, как это финская свеча называется, или финская спичка, да, чтобы костер сгорелся. Я втыкал, и раз, и обратно вот так он складывался. И тут я понял, что мне, наверное, нужен нож уже с фиксирующимся лезвием. Ну, во всяком случае, для тех задач, которые нужно решать на даче. Да, сегодня вот этим ножом, кстати говоря, тоже обрезал с какой-то деревяшки сухую монтажную пену. И опять же, нож входит, а обратно раз, он складывается. То есть, это не очень удобно. Соответственно, здесь, наверное, должен лежать или свистчем, или здесь должен лежать какой-то нож с фиксированным лезвием. В любом случае, каждый вечер я провожу на странице ВКонтакте у Ксении и выбираю себе нож. Поэтому в ближайшее время я уже определюсь, и что-то займет первое место. Ну, вот такая она моя пятерка. В общем, все ножи очень сильно люблю. И надеюсь на победу. Как только я выиграю, сразу же закажу себе какой-нибудь ножик, который займет первое место. Всем спасибо. Любите ножики. Занимайтесь спортом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok